МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под конвоем в суд, но с надеждой на более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Поездка 43-летнего жителя Петербурга по Зеленогорскому шоссе закончилась трагедией в населенном пункте Солнечное. Мужчина, управляя праворульной Тойотой Королла, на пятом километре шоссе, двигаясь в сторону северной столицы, выехал на полосу встречного движения, где совершал столкновение с автомобилем «Лада Гранта». Обе машины получили сильные повреждения, при этом «Ладу» от удара отбросило за пределы проезжей части в кюет. Ага, лежит. Ага. Тут кто-то сидит. Тут тоже, да, кого-то, видать, зажало или еще что-то. В результате аварии в отечественном автомобиле от полученных травм скончались 64-летний водитель и его супруга, 1961 года рождения. Также на месте происшествия умер и пассажир Тойоты, мужчина 37-летнего возраста. В Сестраевском суде сегодня избиралась мера пресечения водителя японской машины на период завершения следственных действий. Пункт части данной статьи говорит об управлении автомобилем нетрезвым гражданином, что привело к тяжелым последствиям. Обвиняемый в совершении преступления, пересмотренного в пунктомной части 6 ст. 24 КРФ, остановил. Избрать в отношении обвиняемого Фадея Владислава Владимировича мера пресечения в виде заключения по стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть по 18 января 2002 года включительно содержание его в изоляторе СИЗО-1 в УСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Удовлетворение ходатства защитника и обвиняемого в избирании меры пресечения в виде домашнего ареста отказать. Расследованием обстоятельств произошедшего ДТП занималось Санкт-Петербургское подразделение Следственного комитета России. На данном этапе в отношении водителя Тойоты возбуждено уголовное дело по пункту А, ч. 6 ст. 264 УК РФ. Нарушение водителям правил дорожного движения, находившимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В дальнейшем уже при разбирательствах в суде по существу следствию предстоит представить соответствующую доказательную базу. Фадеев обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В связи с тем, что указанный гражданин официально нетрудоустроен, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, прокуратура района наставила на избирании меры пресечения в виде заключения под стражу. В связи с тем, что указанное лицо может скрыться от органов расследования. По результатам рассмотрения Сестровецким районным судом принято решение об удовлетворении ходатайства об избирании меры пресечения в виде заключения под стражу.